Девушки отдыхают Нет, нормально остановился Одна авария послужила причиной другой Человек погиб в огне в квартире, которую снимал У него все время дверь открытая была Я нет-нет, когда бухал, заходил, смотрел, падает бывает Или еще там пожарный был, закурить, упадет В день трагедии он закрыл дверь, которую раньше никогда не запирал А также путь к пожизненному лишению свободы Из-под руля взят пакет, внутри которого 100 злозного света Трех 19-летних молодых людей задержали при перевозке килограмма синтетических наркотиков Это и не только Прямо сейчас Две аварии с разницей в несколько минут произошли вечером на проспекте Победы Сперва из-за несоблюдения дистанции Лада девятой модели въехала в Шевроли Лачете Повреждения, говорят водители, практически не было Но они появились, причем очень скоро Водитель Хиндай не увидел стоящие автомобили И влетел в них на полной скорости О последствиях Рамиль Шайдулин Сперва единственным виновником аварии был водитель Лады девятой модели Он не успел соориентироваться и среагировать на резкое торможение водителя Шевроле Поэтому и врезался в заднюю часть иномарки Передо мной какая-то машина перестроилась, я не запомнила такая Ну почти, просто тормозила, короче говоря Нет, нормально остановился После столкновения водители выставили знаки аварийной остановки И стали думать, что делать дальше Вскоре к ним присоединился и водитель Хиндай, который снес девятку Та, в свою очередь, по инерции вновь отлетела на Шевроле Но в этот раз удар уже был сильнее И иномарка получила повреждения А вы не видели что-то? Ну я, что-то получил Что-то? Я не видел А, не видел, да? А у вас сколько было примерно? Всех пределах Пределах? Да, да То есть вы постоянно заметили? Ну, а посередине дороги был К медикам никто обращаться не стал А вот все автомобили получили существенные повреждения Больше всего пострадала Лада Которая оказалась разбита как спереди, так и сзади Рамиль Шайдуль, Народ Назипов, Наиль Абдулин Вызов 112 Лада Ларгус полностью сгорела сегодня утром В результате аварии в Лаишевском районе Около половины восьмого утра На автодороге Шали, Сорочи, Горы У села Татарский Янтык Столкнулись три машины Лада, Лендровер и Тойота Хайлакс Лада после столкновения загорелась В результате аварии пострадали два человека С различными травмами их госпитализировали Пожарные справились с огнем быстро Но от машины к этому времени остался лишь обгорелый остов Сигарета стала причиной трагедии Именно из-за курения в постели По предварительной версии пожарных дознавателей И вспыхнул огонь в комнате одного из общежитий В набережных Челнах При пожаре сработала сигнализация Приехали огнеборцы Однако спасти жильца комнаты не удалось Подробности у Сергея Хайдарова Прибывшие на место пожарные Проникли внутрь через комнату окно Выяснилось, что возгорание началось У изголовья дивана На нем находилось уже бездыханное тело мужчины Рядом бутылка из-под спиртного и сигареты При этом попасть в комнату через дверь Было проблематично Взломать квартирную дверь было сложно Она очень крепкая В итоге пришлось проломить стену По словам соседей, 40-летний погибший мужчина Периодически злоупотреблял спиртным Был одинок, арендовал здесь комнату около двух лет И впервые за это время дверь была закрыта изнутри У него все время дверь открыта была Я нет-нет, когда бухал, заходил, смотрел Падает бывает или что там Пожарный закурит, упадет А так-то ребенок не курил, только пьяный курил Пожарные приехали быстро на самом деле Эвакуировали, все сделали От сигарет, как говорили, запах был прям ужасный Жители подъезда покинули жилище самостоятельно Постояли в сгоревшей комнате Погиб не просыпаясь Пожарным подразделением было обнаружено тело мужчины Которое располагалось на кровати Площадь пожара состояла 4 квадратных метра Это конкретно, где диван горел Предполагаемая причина пожара Неосторожное обращение с огнем при курении Сегодня в доме провели поквартирный обход И напомнили жителям о требованиях пожарной безопасности Сергей Хайдаров, Виктория Евсеева, Андрей Буслаков Вызов 112 Руководитель следственного отдела набережных Чулнов Камиль Халиев отстранен от должности Такое решение принял советский районный суд Казани С ходатайством в суд обратился представитель Следственного комитета России по Татарстану Причиной освобождения от службы стали два уголовных дела Первое касается происшествия на стройплощадке Погибли двое рабочих, которых придавило бетонной плитой Дело закрыли в связи с признанием вины прорабом Который впоследствии отказался от своих показаний Второе связано с изнасилованием несовершеннолетней официантки Подозреваемым по делу проходил уроженец Турции Руководители следственного отдела подозревают в том, что он позволил иностранцу покинуть страну На Камиле Халиева завели уголовное дело по статье Злоупотребление должностными полномочиями Предполагается, что главный следователь города незаконно закрыл дела По решению суда пост также покинул его заместитель Ильдар Шакиров Исполняющим обязанности главы отдела назначили следователя-криминалиста Азата Амирханова Больше трети грамма наркотиков нашли сотрудники исправительной колонии номер 19 в Казани В Чае, переданном 54-летней женщине одному из осужденных Ее передачу осмотрели с помощью служебной наркоразыскной собаки Она и указала на наличие запрещенных веществ Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила В передаче были синтетические наркотические вещества По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Незаконные приобретения, хранения и перевозка наркотических средств А сотрудники службы исполнения наказания Настоятельно рекомендуют родственникам и близким Самостоятельно собирать посылки и передачи И не передавать вещи, полученные от других лиц Задержанный с крупной партией наркотиков В Автограде сотрудники ГИБДД остановили на посту полиции Рено Логан для рядовой проверки документов В процессе заметили, что 19-летний водитель и его пассажиры Очень сильно разнервничались Инспекторы предположили, что такому должны быть веские причины И решили машину досмотреть более тщательно Вскоре и обнаружили спрятанный в салоне килограмм вещества Наличие которого заставило так разволноваться молодых людей Подробности знает Ленар Кинатулин Они выдали все разрешенное А запрещенным решили умолчать Но скрыть при этом не удалось Хотя спрятать постарались подальше Из-под руля взят пакет Внутри которого есть то розового цвета Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Рено Логан на посту Тула-1 В салоне находились 19-летний водитель И два его пассажира Жители Брянской области Молодые люди сильно нервничали Автоинспекторы, заподозрив неладное, проверили машину То, что нашли эксперты, впоследствии Признали наркотическими средствами Синтетического происхождения Санкции уголовной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы Со штрафом до 1 миллиона Или пожизненным лишением свободы Это все, о чем мы успели вам рассказать Обо всех происшествиях Вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 Или на мобильный 8-98-69-112-112 Это можно сделать и в наших группах В социальных сетях Туда же можно присылать и снятое вами видео В студии была Эльвира Фазлиева До встречи и не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok